сегодня приглашаю на прогулку по даче в основном давайте посмотрим на мои горшечные растения хочу немножко пожаловаться что в этом году у меня плохо плохо просто отвратительно росли пеларгонии геране они всегда зимуют у мужа на работе то есть в офисе и он поливает их раз в неделю раз две недели это там это понятно зимой мы цветы мало поливаем а в этом году они остались на два месяца сами отопление не включали отопление рано отключили в офисах так как люди не ходили на работу и плюс еще никто их не поливал ни одного черенка я с них не сняла потому что они просто облысели листиков было мало и только под осень вот пожалуйста сейчас они начали приобретать нормальный вид я вам даже покажу поближе сколько бутонов бутоны были они цвели но листья ну то есть они были чахленькие а сейчас вот уже более-менее уже они пришли в себя уже хоть лист нормальный появляется и цветут ну я выкрутилась вышла из положения и заменила все колеусами и смотрите как получилось в этом горшке вот этот колеус если я вспомню я буду я сейчас не помню название какие названия я найду или вспомню я потом буду писать вот этот колеус вот этот колеус очень хорошо черенкуется на ура у меня было дома всего по растению я вам показывала осенью как я взяла черенки и просто укореняла и сажала то есть было по одному растению забирала домой обратите внимание сколько я в июне мы приехали 25 апреля и может где-то начале мая я начала черенковать так вот этот колеус лучше всего черенковался хотя я не скажу что все остальные плохо колеусы хорошо очень размножаются смотрите здесь у меня два колеуса и 1 пеларгония это череночек это даже не мой это соседка мне дала потом здесь колеус в горшке а здесь смотрите вот этот колеус это колеус это одно растение покажу покажу это одно растение вот она вот а цвет посмотрите двухцветное вы видите это вообще-то семенной колеус семенной но я его забираю домой забираю домой по одному кустику а потом размножаю этот колеус я купила в этом году приобрела это тоже этого года вот эти два этого года это уже черенки это не материнские кусты это черенки смотрите как хорошо выросли здесь тоже череночки вот этот jedoch и этот я не восторг это одно и то же растение приобретенной в этом году приобретала я вот такими череночками смотрите маленькими даже меньшему может а потом подождала пока не подрастут такое растение небольшой приобретала весной потом ждала пока он подрастет и потом брала черенки и вот Вот пожалуйста, это черенок этого года, это черенок этого года, это мой, это по-моему черный дракон называется, это мое растение, это зимовало, то есть эти два растения были у меня и черенкованные тоже, все черенковало в мае. А были такие, есть такие растения, эти растения черенковались даже на даче в июне, потом, вот это материнский куст, который я приобрела в этом году, соответственно, это даже веточка сломалась ветром, отрастает новая, нравится мне такая расцветка. Вот, вот этот кустик, это семенной колиус, но я его забираю домой, тоже одно растение, то есть один черенок и беру его как вегетативный веду, потому что мне нравится, смотрите какое вкрапление, нравится мне такой, нравится мне такой колиус, а в семенах может не попасть, если семенами купить, то можно просто не поймать такое растение. А так я беру череночек, и я знаю точно, что у меня на следующий год будут такие колиусы. Так, проходим мы свои герани, вот это так вырос тоже, вырос, это материнский куст, то есть маленький кустик купила, вот так хорошо нарос, брала черенки. Здесь у меня три растения, все три растения из прошлого года, но это черенки этого года. Конечно же слизни начинают работать, вот эти тоже, здесь тоже два колиуса, вот что значит одновременно посадить два колиуса одинаковых. Здесь я посадила два одинаковых размером колиуса, они в одном размере идут, а вот они, а герань, цветет конечно, но слабенько, один цветочек, два, в данный момент я срезала, то есть колиусы забивают пеларгонию, смотрите, а вот там, вот там, сейчас подойдем, здесь получается я посадила, вот этот колиус, это был материнский куст, и я его посадила, а потом ждала, пока череночек поднимется, ну череночек я сделала, да, весной, и он очень долго рос, и я ждала, вот пожалуйста, вам наглядно. Пример, что если посадить разные размеры, то конечно же этот не догонит, потому что вот этот не может догнать, потому что этот очень мощное растение, и получается он угнетен немножко. И на солнышке он имеет такой желтоватый цвет, здесь тоже, это тоже одно и то же растение, вот такое, а в тени будет салатовое. И пойдемте еще покажу свои колиусы. И здесь у меня тоже, смотрите, как хорошо смотрится на дорожке алисум. Неплохо, правда? Это каждый год у меня одна и та же картинка, но все равно это загадка. Вырастет, не вырастет, но растет, слава богу, и розочки цветут. Сад, в принципе, еще неплохо смотрится. То есть, хочу сказать, что петуния, колиусы, колиусы не требуют такого внимания к себе, как петуния. Петуния, конечно, красивый цветок, но на нее очень много нужно средств, будем говорить. Хороший грунт, хорошее удобрение, качественное удобрение. Петунию не покормите, она не будет свисти. Петуния у меня растет в нормальном грунте, в покупном. То есть, петунии нужен легкий грунт. У нас грунты тяжелые. И колиусы мои растут в тяжелом грунте. Вот, кстати, еще колиус, смотрите. Это прошлогодний, то есть, этот был колиус у меня. На солнышке он выгорает, а так он бордо-бордо. И он спадает, видите, может быть, как ампельное растение. Ну, неплохой. Но на солнышке, конечно, цвет теряет. Терракотовый на солнышке. А так он бордовый. Вот так. У меня еще там в другом месте есть. Может, я покажу. Покажу вам обзор своих растений, своего сада. Осень. На улице осень. И прохлада. Колиусы могут идти, как уплотнители. Вот там я посадила. У меня там что-то было, но что-то пропало. Не помню. Вот не помню и все. Посмотрите, посадила колиус. Хорошо, правда? Сейчас ближе подойдем. Вот. Очень даже хорошо. А что там было? Не помню, забыла. Наверное, гейхера, может быть, что-то там росло. Ну, я посадила колиус, то есть уплотнитель. Очень хорошее растение, как уплотнитель. Это без горшка растение посажено. Просто в грунт. Здесь тоже колиус. Колиус возле кресла. Вот здесь кресло, входная дверь, кресло, диван. Очередная зона отдыха, диван. Я показывала неоднократно его. Это северная сторона, и здесь никогда не бывает солнца. Но мы пришли посмотреть на колиусы. Колиус. Посмотрите, давайте так вот подойдем поближе. Это из семян колиус. Два колиуса здесь из семян посажены. И один из черенка. Смотрите, какой. Вот такой колиус. Он такой мелкий листик у него, но он может не спадать. То есть его можно под весной кашпо. И он получился у меня ниже. Если вам видно. Вот горшок. Горшок поставлен в корзинку на табуретке, на обычной табуретке. И вот он не спадает. Видите? Вот так. То есть на землю я поставить его не могу. Потому что колиус с мелкими листиками. Вот так свисающий. То есть как ампельный. Как ампельный колиус. Это черенок, а это семена. То есть семенной колиус. Из семян. И поэтому он такой огромный. Смотрите, как из семян получается огромный колиус. Семенные колиусы все большие растут. Очень красиво. Ближе подхожу, теряется цвет. Вот смотрю сейчас, цвет передает 100%. Чуть-чуть, правда, охлаждает, но передает. Сейчас подойду поближе и будет уже цвет меняться. Вот видите как. Но ничего, покажу поближе. Ой, ну что ж такое. Хочется показать вам, какой красивый лист. Очень красивый лист. Посмотрите. Издалека кажется, что одинаковый колиус. Но нет, они два совершенно разных. Этот бордовый с левой стороны. А здесь такой темно-терракотовый. Очень красивый цвет. И внизу. Такая композиция получилась. Потом переходим сюда, правее. Поставила этот горшок. Этот горшок стоял у меня на пеньке. И удачно приземлился сегодня. Сегодня такой был большой ветер. И его сбросил. И сбросил. И всего-навсего пострадала веточка справа. Вот этот колиус. Вот этот колиус, который справа. Вот он. Он пострадал немножко. Ну, даже видно. Вот тут вот излом. А так он удачно приземлился. Упал на такой тяжелый горшок. Я еле его донесла. Давайте мусорное ведро уберем из кадра. И упал очень хорошо в хосту. Там огромнейший куст хосты. И он хорошо приземлился. Поэтому я уже не рискую ставить его вверх на пенек. Большой парус у него. Видите, какой высокий. И растет, и растет вверх. Это колиус из семян. Вот этот верхний колиус из семян. Этот колиус из черенка. Этот тоже колиус из черенка. Эти колиусы получаются из семян. Вот такие красивые колиусы из семян. Так, показала. Вот такой колиус. На пеньке стоял, очень красиво смотрелся. Но, я же говорю, свалился. Я вам издалека покажу. Как смотрятся два колиуса. Большие горшки. Горшки примерно, 4-х литровые горшки. По три колиуса посажены. Справа три колиуса. И слева тоже три колиуса. Эти я вам показала колиусы. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше смотреть, что у нас изменилось. Фуксии продолжают свисти. Вот здесь у меня фуксии. Они холода не боятся. Они боятся морозов. Здесь у меня, там фуксия показала. Здесь у меня дихондра. Вот так, дихондра. И горшок с пегониями. Хорошо процвели. И вот так из горшков, из горшечных растений можно задекорировать стеночку. Смотрите, у меня здесь дихондра. Вот так я задекорировала. Немножко. Это моя кухня, летняя кухня. И вот так дихондра растет. А она бы еще была краше и была бы гуще, если бы я была дома. То есть, опять повторяюсь, меня не было 2 месяца. И они, эти цветы, были у меня на балконе. Дихондру я забирала домой. И она у меня зимовала на балконе. Полностью обрезала. Оставляла сантиметров 10. И вот такая она красавушка получилась. Могла бы стать краше, лучше, если бы весенний уход был за ней так, как полагается. То есть, полив в меру. Пересадка вовремя. Вот такое ампельное растение. Плетистое, свисающее дихондра. Можете задекорировать любую стеночку. Смотрите, как хорошо. Здесь у меня в горшочке осока. Уже подсыхает, нужно уже в грунт сажать. Потому что она все лето простояла в горшке. Неплохо себя вела, но уже осень. Колиус молоденький сюда поставила. А это вот растение. Тоже очень хорошее растение. Вот, смотрите, какой изнанка листа. Очень красивое. Растение очень хорошо размножается. На ура! Это как комнатное растение идет. Но тоже такое спадающее. Пойдемте дальше. Смотреть на наши вазоны. Цветы в горшках. И все остальное тоже. Цветы в горшках. Здесь у меня, я уже показывала неоднократно. Но это видео будет посвящено цветам в горшках. Поэтому будем останавливаться на композициях в горшках. Горшок внизу где-то 5 литровый, наверное. Ну, не меньше 3 литров. Гейхера посажена. Потом посажен такой вот цветочек. Сама не знаю название его. Если найду, напишу. И колиус из семян. Из семян колиусы. Они очень большие, растут высокие. Вот так горшки смотрятся. Потом композиция еще одна. Тоже горшок где-то 5 литров, не больше. И 3 колиуса. Вот этот колиус салатовый. Здесь он салатовый. На солнышке будет больше желтый, чем салатовый. Такой колиус. И вот этот, по-моему, это черный дракон. Вот такой. Давайте отойду, покажу. Потом у меня здесь фуксия. Фуксия Елена, если я не ошибаюсь. Вот такая. А вот такая фуксия, я не помню, было название, не было, но хорошая красоточка. Очень мне нравится. После дождика она намокла. Красавица. Вот такая. И тоже такая же фиолетовая Елена. С бутонами. Бутонов очень много. Очень много бутончиков. Смотрите, сколько бутонов. И она цветет уже очень давно. Смотрите. Если не будет заморозков, фуксия не боится прохладного. Фуксия не боится прохладной погоды. Она боится заморозков. Если не будет заморозков, она еще будет очень долго вегетировать. А иначе нужно будет прятать уже в дом. И начинаем брать черенки. Черенки колиуса можно уже брать. Даже нужно. Потому что колиус, он первый из первых боится холодных ночей. Колиус больше всего боится холода. Поэтому вот плюс 10 он хорошо себя ведет. А ниже, не знаю. Ниже, по-моему, хуже. Поэтому нужно брать уже давным-давно брать черенки. Кто не успел, берите сейчас, ставьте в воду и укореняйте. Ну, пойдемте покажу. Здесь у нас тоже горшечные растения. Что у нас здесь? Здесь я уже очень много выломала веточек петунии. Очень много. Она уже начала подсыхать. Это так. Уже оставила доцветать. Потому что очень много сухой было. Но еще цветет. Тоже много. Цвела очень хорошо. И сейчас набрала бутоны фуксия Лена. Это такая сиреневая фуксия. Вот она. Вот она. Вот красоточка. Смотрите. А здесь хорошо цвела вишенка. Я не знаю название. Я на нее говорю вишенка. Вот туда подойдем. Сейчас я покажу, как она цветет. Тоже цвела. А теперь опять набирает. Набирает бутончики. Если не будет заморозков, то фуксия не боится похолодания. Она даже любит такую прохладу. Сухоцвет. Это астранция. Посадила пока в горшок. Не знала, куда посадить. Посадила. Нужно будет осенью, конечно же, ее в землю отправить в грунт. Здесь у меня тоже горшок. А в горшке три растения колеусов. Два колеуса. Вот эти с огромными листьями. Это семенные. Они вот дают такие большие растения. Огромный такой рост у них. Смотрите, какие листы. Какой лист, смотрите. Это все семенные. Как бы вы их не ломали, как бы вы их тут здесь не прищипывали, они все равно такие лопушки. Лопушки. А этот костик, этот колеус, это тот, что я вам показывала в начале дома. Такой хороший колеус. А этот, видите, с такими вот. Вот это семенной. Лопушки. Астра. Смотрите, какая астра. Взяла у соседки астру и просто не знала, куда посадить. И втыкнула, ну то есть как, прикопала просто в землю. Втыкнула и все. Потом сюда пересадила. Получилась низкая астра. Вот вам, пожалуйста. А вот плектрантус. Я там забыла сказать, как называется. А сейчас вспомнила. Плектрантус. Он у меня здесь посажен. И вот переходим сюда. Сейчас так вот отойду. Плектрантус. Видите, немножко спадает. Здесь тоже плектрантус. Очень хорошее растение. Очень хорошо черенкуется. Рекомендую. Если у кого увидите, можете смело, ну конечно, с разрешения хозяйки, отломать верхушечку, поставить в воду. Черенкуется на ура. Плектрантус. Это вот, смотрите, какая изнанка. Вот. Очень хорошее растение. Не капризное. И опять же, колиус семенной. Колиус из семян. Вот так. Здесь тоже уже все поломала. Почистила. Свою питунью. Уже осень. Уже они уже так, они хорошо цвели. Я считаю, что они очень хорошо себя показали. Я купила их в начале июня, свои питуньи. Июнь, июль, август. Три месяца. Все с ними хорошо было. Но питуньи дорого. Я размножать не умею питуньи. И я думаю, что это очень сложно, как для меня. У кого частный дом, тем проще, конечно же. Частный дом. Там есть комната, может быть, холодная. А у нас квартиры, в основном у всех, и теплые квартиры. Поэтому тяжеловато с питуньями. Пробовала я брать черенок, но не получилось у меня. А колиусы получаются. Питунья еще, смотрите, сколько дает бутончиков. Вот такая красотка, правда? Хорошая, но она стоит 30 гривен. По-моему, по 30 гривен я покупала. Если бы мне нужно было столько, мне штук 15-20 нужно, то это на хороших 600 гривен надо было купить питуньи. А колиусы я размножила черенками. Вот так. Так что берите себе на заметку колиус. А если еще колиусы, очень красивое растение, очень красивый лист, очень декоративное растение. Их очень много разновидностей, колиусов. Поэтому можно искать, можно выписывать, можно покупать. Я покупаю в садовом центре. Так, пришли к вишенке. Вот это я называю ее вишенкой. Может, у кого есть, подскажите название. Смотрите, как она хороша. Этот цветочек уже отцвел. Вот такой. Вот цветочек, который уже отцвел. Смотрите. Это только расцвели. Вот такие вишенки висят. Это бутончики. Потому и вишенка. Вот такой цветочек. Славная. Славная, очень петуния. Она сама себя держит. Мне нравится вот этот сорт петунии. Она как бы прямо стоячая. Может быть, кустиком. Не ампельная. То есть, сама себя держит. Ну, потому что цветочек небольшой, правда? Ну, и хорошее, очень хорошее растение. Вот покажу с этой стороны, как смотрятся колиусы. Из семян. Огромнейший лист. Из семян, конечно, вы не получите очень красивых колиусов. Вот там, кстати, у меня тоже черенки этого года. А здесь я вам показывала, по-моему, подходила, показывала. Это кустик, который я купила, конечно, не таким размером, а сантиметров 10 был в размере. Купила в садовом центре, в этом году приобрела. Очень нравится сам колиус. Смотрите, какой красивый лист. Очень декоративный колиус. Очень. Тоже брала черенки. Черенкуются хорошо. Ну, все колиусы одинаково. Они одинаково черенкуются. Вот здесь тоже приобретение этого года и черенки уже этого года. Это черенки. Все три колиуса приобретены в этом году и начеренкованы. Вот здесь свежее растение, будем говорить. Может, июня, может, июль даже черенковала. Это кочедыжник. Такой имеет вид. Нравится мне кочедыжник, папоротник. Очень нравится. Ну, а колиус, вот, пожалуйста, закрывает, закрывает пустоты в цветниках. Там у меня были тюльпаны весной, а потом я поставила горшочек с колиусами. Смотрите, как хорошо получается. Можете посадить. Но там были тюльпаны, я не рискнула копать. Я поставила просто горшок. А вот здесь у меня был большой куст. Он цвел, по-моему, май-июнь. Очень огромный куст был. Сестринь ромашка девичья. Осенью, смотрите, какие аккуратненькие кустики. Я его оставила на зиму. Молодой кустик, вот как этот. Вот этот кустик такой. Думаю, пусть будет при дорожке. Вот так рассчитывала на него. Вот так думала. Вот такими кустиками будет весной цвести. А он мне выдал сантиметров шестьдесят высотой и очень большой диаметр был куста. Но цвел шикарно. Девичья ромашка. Это я за девичью ромашку говорю. Потом он отцвел и, конечно же, получилось пустое место. Сюда я посадила два колиуса. Это колиус из семян, но я его забираю домой, я уже говорила. Беру домой и черенкую. Вот. И смотрите, с одного кустика получились два немножко разных. Здесь больше белая серединка. Видите? в этом растении. А здесь немножко другое. Вот, пожалуйста, с одного растения получается два совершенно разных, ну, не совершенно разных, но немного отличающихся растения. А так, в общем-то, смотрится как один куст, правда? Так, покажу еще здесь. Здесь такой вот горшочки просто поставила, потому что начала подсыхать уже гвоздичка. Так она была неплохо смотрела. Сейчас осень уже, и она плохо смотрится. Я подставила сюда горшочек с колиусом. Этот колиус просто в земле. Вот такой тоже с белой серединкой нравится. Мне такие расцветки очень нравятся. Так что, дорогие друзья, берите на заметку растения в вазонах. Многие мне писали, мне как-то писали, не помню в каком видео, я же показываю часто свои растения в горшках. Акцент не делаю на видео, но показываю. И мне пишут, а я не люблю, кто-то мне написал, а я не вижу растения в горшках на даче. На даче должны быть растения только в земле. Я согласна, не нравится, нет. Потом, но мне нравится, у меня здесь пустое место было бы. Ну да, можно было что-то посадить, а я поставила горшки. Но горшки это же мобильное растение. Если что-то у вас пошло не так, вы эти растения передвинули, сдвинули, переставили. У меня изначально были фуксии внизу, а вот эти колиусы стояли наверху. Фуксии еще не цвели, а колиусы, они же сразу красивые. Изначально красивый лист, я их поставила на пьедестал, как бы на самое видное место. Потом начал набирать цвет фуксия, и она начала цвести. И представляете, на нее нужно было смотреть вот так. И мне стало не очень красиво, а на возвышенности вот вам, пожалуйста, мобильные вазоны. Поставила наверх, и совсем по-другому вид. А колиусы я отправила вниз. Эти два горшка стояли внизу. Пока они не цвели, они были внизу. Теперь я поменяла местами и колиусом хорошо, и фуксии видно. А потом тоже фуксию, либо вот этот горшок. Можно тоже куда-то поставить в пустоты, в цветниках. Тоже заполняются пустоты вот этими горшками. Посмотрите, как хорошо. Поставили горшок такой, и у вас уже полная, у вас клумба уже в порядке. То же самое можно сделать и с колиусами. Вот целую композицию поставить в клумбу, и тоже будет декоративная, клумба. Так что на желание. Конечно же единственное может быть хлопотно. Хлопотно в чем цветы в горшках? Потому что вы не можете покинуть сад на длительное время. У меня даже в этом году и в том году я сажала, даже посадила кану в горшок. Мне понравилось. В этом году мне понравилось больше. Здесь, кстати, тоже кликтрантус, но маленький лист. Это материнский куст, от которого я уже потом размножала в течение лета. Растения и ему наверное очень тесно. Там очень маленький горшочек. Я сюда поставила просто в горшочек. Листик уже. Просто горшочек поставила в горшочек. Закрыла как бы немножко пустые пустоты в горшке. Понравилась мне кану в горшке. Горшок конечно же надо побольше. Вот в этом году я взяла большой горшок и мне нравится. Цветет, растет, развивается все хорошо с ней. Можно выращивать в горшке. Опять же на кану нужно очень много места. Представляете такое огромное растение. А у вас в грядке нет места. Посадили в горшок все прекрасно. У меня даже нет места в грядке на колеусы и на фуксии. Почему не посадить горшки? Но она обязывает. Цветы в горшках обязывают быть на даче. Больше двух дней они не выдержат. У нас очень жаркое лето и больше двух дней они просто не выдерживают. Как бы вы их не поливали колеусы фуксия еще выдержит может быть. Гераний выдержат. Колеусы нет. Колеусы не выдерживают засуху. Они сразу начинают увядать. Листики опускаются. Но вы знаете восстанавливаются очень быстро. я говорю я больше чем на два дня с растения хорошо в горшках. Мобильная грядка называется. Можете передвигать можете переставлять куда хотите. и за колеусы забыла еще скажу за колеусы что колеусы растут у меня в обычном моем грунте без удобрения. Немножко добавила компоста и поливала. Может быть за сезон я два раза добавляла азотное удобрение. Все вот такие красавцы растут колеусы без хлопот. Вода и еще раз вода. И у меня тяжелый грунт. Я уже сказала грунт у нас тяжелый. у и у Ази поли вся м есть у в и они там